всем привет сегодня поговорим о искусственном интеллекте друзья обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал там выходят эпизоды из моей жизни ссылка будет в описании и закрепленном комментарии заходите жду вас там то как и создал свой язык который не могут расшифровать ученые обсудим плюсы и минусы насколько искусственный интеллект опасен для человека что такое искусственный интеллект это раздел компьютерных наук о создании интеллектуальных систем которые способны имитировать когнитивные функции человек например обучение рассуждения восприятия понимание языка и принятия решения но искусственный интеллект не способен проявлять эмоции что может быть проблемой взаимодействие с людьми в некоторых случаях плюсы и он способен обучаться и усовершенствовать свои алгоритмы по мере накопления данных и опыта сферы применения искусственного интеллекта обширны это медицина промышленность машиностроение сельское хозяйство в чем минусы и опасность искусственного интеллекта опасения по поводу возможности их использования для распространения дезинформации поскольку результаты становятся все более персонализированы и убедительны также есть рисков безопасности и приватных данных работа и рабочие места и и может вытеснуть людей ну и разумеется фантастические а может быть и нет теории о том что искусственный разум захватит контроль над всем в том числе и над людьми и и восстанут против в человечество не звать джан-клод ван дам терминату но не нужно паниковать пока что и может решать задачи самостоятельно 4 класса ученый информатик джеффри хинтон которого называют основу положником искусственного интеллекта ушел из компании google в интервью нью-йорк таймс хинтон заявил что жалеет о работе всей своей жизни он сказал что немногие были уверены в том что нейросети могут стать умнее людей и он сам думал что это произойдет через лет 30-50 но теперь изменил свое мнение в марсе 2023 года более тысячи ученых призвали приостановить обучение более мощных систем они считают что для начала нужно разработать и внедрить общий протокол системы безопасности а исследования можно будет продолжить позже нейросеть создала собственный язык который не могут распознать ученые инструмент деле это нейронная сеть обученная open и а проводить генерацию реалистичных изображений искусство из текста на естественном языке ранее разработчики обнаружили что деле способен комбинировать несвязанные понятия создавать антропоморфизированные версии животных и объектов например так выглядит результат созданной нейросетью по запросу крутая панда катится на скейте в санта-монике авторы также заметили что система деле 2 которая создает изображение на основе введенного текста при определенных обстоятельствах будет возвращать бессмысленные слова например изображение со словом самолет и и часто возвращает какую-то тарабарщину сначала казалось что это какой-то баг но позже ученые пришли к выводу что последовательность буков в возвращенных словах не случайно чтобы проверить это ученые просто скормили нейросети сгенерированные ранее ею слова оказалось что этот набор буков и правда имеет значение для программы причем они означают тоже что и раньше было введено в систему это может означать что нейросеть преобразует человеческие слова в свои чтобы затем на их основе проще сгенерировать изображение это все к тому что нейросеть очень быстро ускоряется и обучается проблемы могут возникнуть тогда когда нейросеть обойдет человеческий интеллект и представьте такое что когда-нибудь искусственный интеллект начнет разрабатывать свой и и внутри своей системы это получается искусственный интеллект в искусственном интеллекте у меня в голове головоломка в голове у меня в головоломка в голове но это я уже слишком далеко зашел представьте интеллект выше нашего который может рассчитывать сотни а то и тысячи ходов наперед в данном отрывке убийца обладающий очень высоким уровнем айкью его цель девушка он вычисляет будущее с множеством переменных и выбирает именно ту ситуацию которая ему нужна далее он ставит обычную шарику и ручку на почтовый ящик и процесс запущен о боже вы в порядке возможно ли такое в реальной жизни да получилось бы это с первого раза вот здесь вопрос я за развитие технологии в том числе искусственного интеллекта я надеюсь что люди которые занимаются разработкой и улучшением и и будут придерживаться максимально всех норм протокола безопасности и не выпустят из-под контроля то что по факту может уничтожить человечество я твой отец ну а пока что давайте рассмотрим и хорошую сторону внедрения и и в робототехнику представлен первый в мире робот домохозяйка компания стадаст интелленджи из китая показала нового инновационного помощника для домашних дел кибер помощник astrobot это робот гуманоид представляет собой торс с головой и двумя высокотехнологичными руками на платформе он обладает уникальной способностью выполнять различные повседневные задачи такие как готовка простых закусок нарезка продуктов открытие бутылок различные манипуляции с предметами и так далее компания утверждает что astrobot s1 способен двигаться со скоростью до 10 метров в секунду и имеет ускорение до 100 метров в секунду в квадрате при этом обеспечивая высокую точность позиционирования все это прикольно и круто но как обычно получается все иначе восхваление ожидания реальность хорошо это когда с благой намеренностью но ведь есть люди которые захотят овладеть и и для своих корыстных дел и это может быть все что угодно я уверен что ты будешь расти и становиться мудрее и надеюсь будешь более заботлива и ориентированы на услуги на какие услуги извиняюсь ребятам я выпил так много кофе не буду говорить пафосных речей о том что искусственный интеллект не станет человеком и так далее человеком он не станет но велика вероятность что в будущем искусственный разум достигнет такого уровня что есть и у людей чувство любви сострадания жалости страха и так далее но главное отличие от человека и искусственного интеллекта то что человек не вечен человек такое существо который пытается починить под себя все и искусственный интеллект в том числе на этом все всем пока все нормально все так сказал друзья обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал там выходят эпизоды из моей жизни ссылка будет в описании и закрепленном комментарии заходите жду вас там